Быть активными мамами возможно, и это собственным примером доказывают брещанки. Этих четырех милых девушек, помимо общих интересов, связанных с материнством, объединяет еще одно – проект «Активное родительство». Благодаря ему зародилась не только их дружба, но и масса полезных городских инициатив. Проект стартовал еще в 2019 году, и с тех пор молодым родителям в Бресте стало проще жить. Социальный проект объединил новеньких мам и пап в одно комьюнити, где каждый день они искали и находили решения детско-родительских проблем, которые могут возникнуть внутри любой семьи. Кроме того, в городе появились места для кормления и ухода за младенцем. Началось все с того, что мы просто с подругой, с очень коллегой, подругой, с Анастасией Чухлатой, мы начали изучать тему детских комнат. То есть, насколько, даже если бы у нас было желание спрятаться, да, насколько у нас есть эта вообще опция в городе. Мы тогда поняли, что этой опции нет, на тот момент ее не было. Вот, и начали просто разговаривать с собственниками, пока маленьких бизнесов, насчет того, чтобы где-то открывать хотя бы уголки, где можно было бы, все знали, что можно так комфортно спрятаться. И если кто-то не может, некомфортно себя чувствует в открытом пространстве, то покормить грузию вот в этом уголке. На данный момент в областном центре насчитывается более семи детских комнат. Конечно, улучшить городскую среду в одиночку задача не из простых. И такой результат вряд ли бы был достигнут, если бы не было команды энергичных и инициативных мам. Екатерина Горик, одна из участниц проекта, влилась в него сразу после того, как ушла в декрет. Я не могла сидеть просто так дома, просто с детьми и просто за ними смотреть. То есть, мне хотелось еще своей какой-то самореализации. А в данном случае этот проект позволяет без особых каких-то обязанностей в плане тебя никто ничего не требует. То есть, ты делаешь только то, что ты можешь, то, что тебе по силам и то, что ты хочешь. И, соответственно, ты можешь реализовывать все какие-то свои хотелки. А хотелок у мам в декрете оказалось очень много. Ведь как еще объяснить тот факт, что благодаря проекту «Активное родительство» появилось много других инициатив. Среди них проект для мам, которые столкнулись с проблемой самореализации в профессиональном плане. Семейные фестивали, помощь детям с особенностями развития и многое другое. К слову, в ближайшее время запустится еще одна интересная инициатива – «Сказки старого чемодана». За период декретного отпуска мне хотелось сделать что-то полезное не только для своей семьи, но и для нашего города. Пришла идея создать мобильный театр в чемодане для тех детей, которые из-за состояния здоровья или социального положения не могут посещать детские праздники. То есть не могут быть, например, в театре. И основной целью проекта – это именно организация постановок, которые улучшат жизнь, внесут краски в повседневность таких детей, а также сказкотерапия. На данный момент комплект игрушек для постановки первой сказки собрана. Старый чемодан совсем скоро обретет вторую жизнь. Эти творческие постановки помогут детям от 2 до 7 лет поверить в добро и узнать больше о дружбе. И пока одна активная мама готовит к реализации свой интересный проект, другая, Юлия Заика, помогает малышам развивать смекалку и креативное мышление. Что такое ТРИС? Это сокращенная аббревиатура теории решения изобретательских задач. Звучит как бы очень страшно и может не совсем понятно, но она, конечно, придумывалась для взрослых, но потом оказалось, что детей научить такому мышлению намного проще, и они совсем по-другому ведут себя, когда взрослые. Каждый день мы с вами сталкиваемся с какими-нибудь задачами. Забыли бумаги, надо как-то добраться, что-то еще случилось, нужно успеть и то, и второе, и третье, и десятое. И вот это вот как раз мышление ТРИСовское, оно помогает решать эти задачи очень эффективно. Ну и плюс с детками мы развиваем навыки, которые им очень помогают учиться в школе. В игровой форме Юлия Заика учит деток таким важным навыкам, как концентрация внимания, умение слушать и выполнять инструкции, развивать воображение, увеличивать словарные запасы и многому другому. Да, проект «Активное родительство» определенно пошел на пользу. И число счастливых семей в Бресте благодаря такому комьюнити становится только больше. Субтитры создавал DimaTorzok